Всем добрый день! Меня зовут Артем. Я являюсь главным тренером по брейк-дансу в школе танцев Evolvers. И сегодня я расскажу вам несколько часто задаваемых мне вопросов, касаемых занятий брейк-дансом. Поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один из самых часто задаваемых вопросов, которые люди спрашивают, прежде чем начать заниматься брейкингом, это вопрос, что мне нужно для того, чтобы заниматься. Нужен ли какой-то, есть ли у нас какой-то отбор или, может быть, какие-то специальные данные необходимы, или какая-то специальная физическая подготовка. Так вот, для того, чтобы начать заниматься, самое главное, самый главный критерий – это желание. Для нас это желание. Независимо от того, какая у вас физическая подготовка, какие у вас данные, занимались вы раньше танцами либо спортом или нет, это не имеет значения. Как показывает практика, бывает так, что ребенок или подросток, или взрослый человек, начав заниматься брейкингом, имеет за плечами какую-то специальную подготовку, занимался спортом или просто он очень талантливый, но, тем не менее, он бросает, потому что, отзанимавшись какое-то время, ему просто надоедает. И в то же время бывают другие случаи, когда ребенок приходит в секцию, у него не очень хорошо получается, у него нет каких-то особых данных, нет таланта, может быть. Но есть желание, и проходит время, в результате регулярных тренировок у него начинает получаться, ему начинает это еще больше нравится, и он достигает каких-то высоких результатов. Поэтому самый главный критерий для нас – это ваше желание. Если вы хотите танцевать, не сомневайтесь, нужно просто прийти и начать заниматься. Еще один вопрос, который задают часто в основном родители – это где ребенок может проявить себя и где он может показать себя, если он будет заниматься в студии брейк-данса. Поскольку сами дети, они, как правило, не задают такого вопроса. В основном, конечно, родители интересуют это, и не все понимают то, что происходит сейчас в мире брейкинга, в мире баттлов, фестивалей и так далее. Так вот, у нас есть несколько направлений, в которых можно себя проявить. Первое – это можно заниматься просто для удовольствия. Мы называем это хобби, хобби-группа, хобби-подход, когда человек просто занимается для настроения, для удовольствия. Второе – это в нашей школе проходят регулярно различные концерты. Отчетные концерты у нас два раза в год проходят для продолжающих и один раз в год для начинающих. И именно на концерт преподаватель вместе с учениками готовит танцевальный номер. Соответственно, там они выступают, показывают себя, все видят. И если ребенок остается дальше заниматься, попадает в группу с более высоким уровнем, то здесь уже, конечно, выступлений становится еще больше. Это какие-то мероприятия, концерты. В школе танцевого образа они проходят довольно часто. То есть концертная деятельность. Следующая сфера, где себя можно проявить, и мы на это делаем особенный упор – это, конечно же, баттлы. Это соревновательный процесс. Поскольку брейкинг – это направление, которое развивается именно в баттлах, именно в соревнованиях. И в этом происходит эволюция. То есть здесь уже более серьезный процесс в плане подготовки. Здесь затрагивается спортивный аспект, более серьезные тренировки. Вот. Мы с ребятами участвуем как на соревнованиях городского масштаба, так и выезжаем в различные города, как в Сибири, так и дальше. Вот. То есть… Но здесь нужно понимать, что уровень подготовки должен быть выше, и, соответственно, занятий должно быть больше, времени на подготовку тоже должно быть больше, и более серьезный подход. Еще один вопрос, который часто нам задают – это в каком возрасте можно начать заниматься брейкингом? Ну, в принципе, он похож на первый вопрос. Здесь главное желание. Независимо от вашего возраста, конечно же, лучше начать заниматься в более юном возрасте. Это где-то 6-7 лет оптимально. Но также можно заниматься и в 15 лет, и в 20, и в 25, и даже в 30 без проблем. И, может быть, даже еще позже. Конечно же, здесь нужно иметь в виду возрастные особенности, и мы это учитываем. Вот. А так самое главное желание – в любом возрасте можно пойти и начать заниматься брейк-дансом. Тем более, что брейкинг – это тот танец, который задействует все группы мышц, в котором очень хорошая физическая подготовка развивается, растяжка, выносливость, силовые качества. В общем-то, это именно тот стиль танца, который очень полезен вашему организму. Еще один вопрос – это что нужно для занятий и как проходят занятия. Все очень просто. В школе танцев и воверс мы разделяем наши группы по уровню подготовки. Есть группы для новичков, есть группы для продвинутых. Новички занимаются чуть меньше, где-то 2-3 раза в неделю по часу. Продвинутые ребята занимаются, конечно, больше. У них занятия по 2 часа, это могут быть и 3, и 4, и 5 раз в неделю, плюс дополнительные какие-то тренировки. Мы постепенно приходим от простого к сложному. Когда наши ученики показывают определенный уровень, мы их направляем в другую группу, где более сложный уровень, более сложная подготовка. Это, опять же, зависит от стремления, от желания и от того, как ученик себя показал. Для занятий необходимо с собой иметь защиту определенную. Это наколенники, спортивные наколенники, которые можно приобрести в любом спортивном магазине, поискать. Волейбольные мягкие – это налокотники, чтобы защитить локти, чтобы делать фризы. Это спортивный костюм, спортивные штаны, спортивная футболка. Можно просто футболка, спортивная олимпийка и вязаная шапочка для начала. На более серьезном уровне, когда ученик уже начинает осваивать элементы вращения на голове или еще какие-то более сложные, там требуется дополнительная защита, специальная шапка, чтобы защитить голову, чтобы можно было крутиться. Итак, в заключении скажу, если вы хотите быть гибкими, выносливыми, сильными и легкими, то брейкинг – это то направление, на которое вам стоит пойти и начать заниматься прямо сейчас. Сомнения ни к чему. Если есть желание, если вам нравится музыка, если вы любите трюки, то вперед, в зал, к нам на занятия, и будете танцевать, как вот эти ребята. Приходите к нам. Школа танцев Evolvers. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»